всем приветики пришла ко мне сегодня звуковая карта такой вот коробочке но в обычном почтовом пакетике без каких-либо пупырок из-за этого она помялась довольно таки не слабо я заказывал для микрофона звуковую карту конденсию микрофон of voice and music professional не знаю профессионал и непрофессионал посмотрим послушаем модель нечаянно так есть то же самое что сверху написано на одинаково open from here скрывать здесь просто немножко знаю ангельс профессионал конденсию микрофон причинга короче есть небольшая инструкция как его подключать но дальше мы как они пишут открываем здесь да реально здесь открывается довольно таки неплохая упаковка жалко только что снаружи не было пупыра пупырки которая бы защищала бы коробку и от вот таких вот моментов внутри у нас лежат кабеля получается кабель хотя такого еще кабель никогда не видел это вставляется видимо в звуковую карту а это в компьютер в звуковой разъем ничего себе или в телефон я такого кстати кабель никогда не видел с микро юсб переход на гарнитуру то есть и микрофон и наушники в одном джеке а или нет это наверное телефону подключается это к звуковой карте это к телефону а вот это к звуковой карте а вот это уже к компьютеру то есть я можно как телефону через этот кабель подключить так и компьютеру через этот кабель а зачем есть два таких кабеля типа можно два телефона подключить ну короче надо смотреть инструкцию ну а дальше звуковая карта правда она сверху защищена как бы ну то есть сверху будет какой-то удар она как бы самортизировать немножко и сбоку тоже самортизирует немножко а снизу снизу ничего не защищает снизу по идее продавец думать что вот эти вот пимпочки они должны амортизировать ну может быть и так ну плюс все картонка но плохо что нету дополнительной пупырки если хороший удар то что здесь больше ничего нету все хороший удар будет то может и не помочь на всю ночь карте все менее вот так вот выглядит звуковая карта это инструкция по использованию здесь расписаны инструкция как пользоваться держите кнопку включения 3 секунды ну короче это надо читать и переводить чтобы понять о чем тут вообще идет речь и что нам хотят сказать так и здесь тоже расписано куда что подключается какой разъем что обозначает зарядка charging live динамик микрофон конденсаторный микрофон то есть расписано что подключается с одной стороны ну к разъемом и какие курселки что обозначают с этой стороны написано куда что подключается но но не написано наглядно показано куда наушники куда микрофон куда телефон следующий вариант компьютер телефон микрофон наушники то есть таким вот образом можно подключать и здесь как это будет на компьютере даже написано не только как подключать ну и как на компьютере найти в настройках и как это вообще все выглядит по идее все расписано какие разъемы что обозначают сзади какие крутил для чего какие разъемы для чего какие крутилки как что можно подключить разные варианты и как этого в компьютерах нам в компьютере на настройках найти и включить ну по идее по из этой инструкции поэтому можно разобраться и даже по блютузу написано как подключить то есть по идее здесь вообще все варианты подключения расписаны ну и вот сама карта сама карта убираем с него всю защиту вот так она выглядит как на рисуночке коротелочки она кстати но чувствуется что она металлическая но на ощупь чувствуется что это металл плюс он весь такой холодненький тут у нас сбоку просто болтиками зажата сверху сзади вернее как раз таки все разъемы зарядка линии и как раз таки здесь вот микро usb разъемы а здесь уже можно либо микрофон динамически подключать сюда либо конденсатор на сюда либо наушники видимо для мониторинга ну а сюда уже компьютер телефон там все такое здесь ножки как мы уже видели здесь тоже болтики снизу ничего нет сверху кнопка включения по идее чардинг раз начать это зарядка и тут у меня неожиданно выключился телефон потому что разрядился я вроде все учел отключил звуки включил режим полета но забыл посмотреть зарядку и в итоге он разрядился ну ладно продолжим тут написано чардинг раз написано чардинг значит это означает что она может заряжаться значит аметь какой-то небольшой аккумулятор раз так то по идее на может работать автономно что может быть даже и плюс но с другой стороны когда аккумулятор испортится то будет ли она тогда вообще работать вот так вообще вот они крутил очки так вот все выглядит кнопочки крутил очки но не такие все мягенько так крутится это громкость микрофона больше меньше это громкость эхо на микрофоне больше меньше кнопка включения выключения по идее она же должна блютуз включать выключать здесь верхние частоты добавляюсь кстати такая щеку шаренька на такие кружочки видно такие и вот кстати микрофон помягче крутится чем вот эта крутилка но и она как-то немножко подруг хотя нет такая же как там но поменьше это не верхние частоты то есть звонки звонки в вашем голосе будет звучать звонче а это нижние частоты то есть вашей ваш голос станет более таким более низким то есть здесь звонки частоты ваши будут звучать звонче здесь глухие ваши звуки буду но ваш голос более глухше будет звучать ну тут вы уже сами регулируйте как он по звучанию больше нравится рекорд это запись видимо на каком-то из разъемы бэкинг трек но как раз бэкинг трек вот он разъем бэкинг трек и видимо вот эта крутилка его громкость регулирует это мониторинг то есть ты подключаешь наушники видимо сюда и с помощью наушников можешь слышать себя то есть заложить громче не слышишь наушниках себя что ты чтобы ты понимал как ты звучишь на трансляции то есть принципе можно взять наушники которые в уши вставляются за тысячи такие вставить а поверхность большие наушники в итоге ты будешь слышать играя в наушниках в этих больших ты будешь слышать игру а в маленьких наушниках будешь слышать себя к примеру и сможешь или можно или можно сразу сюда большие наушники подключить она будет тогда но будет ли она тогда слышать игру потому что отсюда же звук микрофона выходит они они игры или можно подключить это компьютера сюда может быть через какой-то этот разъем джек и тогда звуки игры здесь тоже будут слышны тогда нормально и не знают она допробовать в любом случае есть такая штука как мониторинг свой голос что ты понимал как ты звучишь то есть нужно ли тебе себя сделать громче или наоборот тише нужно ли тебе добавить эхо или каких-то частот ну или мониторик ты можешь сделать так что вся громко слышал либо чтобы совсем чуть-чуть что-то не мешало но ты понимал как ты звучишь ревер бодилой то есть такое типа дела это как ревербрация ну все знают как ревербрация это типа как что-то наверное ревербрат это скорее всего эхо тайну именно в этой звуковой карте это как эхо только с задержкой такой будет типа ну короче не могу объяснить в очень и что здесь из меня есть голос здесь уже какие-то иллюминацию на видимо заготовки как каких-то голосов для тебя короче надо пробовать здесь здесь звуки уже то есть сейчас сейчас еще скис то есть это поцелуй apple apple и сможет аплодисменты какие-то ну то есть музыки мне не особо нужны я думаю они мало кому нужны их можно было бы сюда и не добавляете добавить что-то более интересное что связано со звуком например эхо там ревербрация там что еще там еще есть какой вместо каких-нибудь рекординг там всех этих средней частоты здесь получается с верхняя нижняя где средняя средняя бы частота могли бы добавить эхо до могли бы добавить регулировку эхо регулировку ревербрации но не такой настройки и какими функции эквалайзера бы добавить сюда чтобы ты щелк вот эти кнопки места звуков заготовок лучше был бы эквалайзера типа ну вот как эквалайзер то есть например например у тебя есть вот 6 полос эквалайзера эта кнопка добавляет полосу выше это ниже и чтобы у тебя где-то там что-то отображалась какие-нибудь здесь небольшие светодиодики на которых видно было бы нажимаешь вот кнопочку и у тебя на светодиодиках начинает расти в эту сторону любая то или на середине ты бы видел бы где находится эквалайзер нажимаешь эти уже переключая уже другие по-другому светодиоды горят соответствии с этой колонкой но лучше не такое можно было бы придумать реально круто было бы но на алиэкспрессе нет таких вот именно достойных звуковых карт для микрофона у которых были бы прям все функции это микрофон верх и верхняя средняя нижняя там эквалайзер но короче смотрел нету и вы в итоге самый такой более-менее дешевый вариант с более-менее такими настройками и отзывами ну вот есть там крутые вообще микшеры но там во первых намного микрофонов а мне надо мне мне надо для одного во вторых там тоже всякие лишние функции которыми не нужны вот bluetooth зачем блютуз как бы но тем более и но я беру для компьютера не они для телефона поэтому вот такой такая вот карта вот так вот она выглядит а как она работает но это я уже потом буду делать обзор сейчас просто как как она вообще выглядит и что у него есть и мои мысли о том ну как я озвучил что что примерно как должно работать как она будет на самом деле работать я не знаю это надо пробовать поэтому такая распаковочка и осмотр данной карты а вот ее работа уже будет смотреться обзор на нее уже потом когда я попользуюсь и к что она немножко вдавлена здесь такая маленькая а здесь больше 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 и сюда еще короче углы отличаются все-таки вдавила пока нашла весь маленькое вдавление здесь большое вот вот тебе защита слабенько все-таки плохо что нет пупырочки и и трохи вдавила но она здесь будет нормально работать вот она это все всем покидава всем покидава